Доброе всем утро! Я уже позавтракала бутербродом обычным, с насосем и с авокадо. Смотрите, Чучи мой купается. Я ему ставила там чашки, знаете, всякие ванночки, но ему больше нравится вот в поилке купаться. Я уже обратила внимание. А в тарелочке специально он просто иногда накакивает и, в общем, не получается. А вот там накупался, да, Чучи? Накупался? Но ты молодец! А ты что там делаешь? Что ты там делаешь? В общем, у нас уже 18 градусов, время. Даже не знаю, сколько время-то. Около 10, наверное. Ой, сейчас посмотрю. Да, 10, без 10, 10. Вот, поэтому, наверное, день обещает быть замечательным. Все, буду сейчас одеваться и пойдем тоже гулять на морюшко. Ну, в принципе, все как обычно, по старому порядку. Державю. Знаете, думала сегодня не буду снимать с моря там, с наших прогулок. Вроде бы как все одно и то же. Потом пришла сюда. Это, кстати, идут не выхлопные воды, а поливают. Ну, там у нас поле есть. Это, гольфное. И вот там поливают. Еще поля есть. В общем, тут у нас заводов никаких нету, чтобы вот так вода стекала в море. Поэтому все спокойно. Ну, так вот. Вышла к морю и думаю, что я буду в одну харю любоваться всем этим? Нифига. Пускай люди тоже посмотрят. Какая шикардосная погода. Посмотрите, замечательно, как все. Люди загорают. Кстати, вот в тенечке прям прохладно. А когда выходишь к морю или вот где солнце, такая жара прям просто, я не знаю, градусов 30. Вон там, гляжу, люди купаются. Там вообще больше народу. Поэтому я тут сейчас по балаболю с вами. Вот там вот подальше. Здесь просто нет никаких ни домов, ничего. Сюда только либо на машине, ну, либо на машине. А там уже начинается... А здесь у нас находится отель большой такой, отельная зона. Поэтому тоже ничего и никак. А туда уже там разные барчики с черенгитом. И, в общем, там уже жизнь. И людей уже много, которые загорают. Кранады приехали, небось, 100%. Им-то в квартире не не разрешают гулять. Вот они сюда все нахуй гнулись. Классная вода такая чистая-чистая. Сейчас я вам покажу. Вот так смотришь на все вот такие вот натюрморты. Сидят люди, кофе пьют. Там такое море классное. И, знаете, даже забываешь, что в мире что-то происходит. Ну, кроме, естественно, масок на лице. Потому что и носить надо везде и всюду. Ну, я этому не придаю особого значения. Поэтому не как некоторые, знаете, помешаны, что им вот сказали маски носить. Я к этому отношусь. Ну, как еще одному атрибуту одежды, скажем так. И вот идешь, смотришь на такой классный пляж. Люди загорают. Но я понимаю, что если я даже сама так приду на море и вот так вот лягу на пляж, мне будет неинтересно. Я не люблю загорать. Я лучше вот так прогуляюсь. И я люблю купаться. Но купаться люблю в теплой воде. А вода у нас сейчас, ну, 20 градусов. Для меня это холодно. Поэтому есть знакомая, которая и зимой, и летом купается, и ей кайфово. Я ей завидую, если честно. Потому что я бы тоже сейчас с удовольствием поплавала. Но у меня, знаете, мне кажется, у меня аллергия от холода. Я вот когда достаю заморозку из холодильника руками, у меня потом руки так краснеют и начинают сильно-сильно чесаться. Прям ужасно чесаться. А в России, помню, у меня на коленках были после вот, когда приходишь с мороза, такие блямбы прям круглые-белые. Сами ноги красные. И вот блямбы круглые-белые, и они вот тоже ужасно чесались. Я когда в холодное море захожу, то у меня начинают ноги судорогой сводить. И то есть никакого кайфа уже все равно нет от плавания. Вот женщина, видите, разделась и пошла купаться. Я ей завидую, конечно, а как нет? Можно представить, что это лето. Что вода 26 градусов. Но это не так. Так что я вот так гуляю, наблюдаю. И мне тоже кайфово. Спасибо. 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 Что это за грибы, друзья? Я в грибах не разбираюсь, но что-то похожи были на какие-то вкусные, наверное, грибочки. Здесь вот полили, и они, видимо, вымахали. Ну, только вот эти три гриба. Блин, вот раньше разбиралась, что за грибы, как раз за грибы. С бабушкой постоянно каждую осень ходили за разными. А сейчас вообще не понимаю, что за грибы, как за грибы. Вот что это за гриб такой? На поганку вроде не похож. Смотрите, какой. Фу, Чарли, фу. Эх, жизнь моя жестянка. Здесь у нас собирают, ходят грибы. В горы, там, в леса. Но я, к сожалению, не разбираюсь. По мне лучше купить, чем травануться. Мужчины спортом занимаются, гольфом. Они спортсмены. Тележечки у них, видите, какие прикольные. Чарли весь сырой, навалялся, блин. Пришла уже домой. И буду сейчас кушать. Но кушать у меня там почти все есть. Супчик сделаю, разогрею. У меня есть индюшатина там уже готовая. А что я готовить буду? Ой, что я показываю. Шпинат сделаю с яйцами. Тоже должно быть вкусно. И вот так вот будет обед. Шпинат. Ой, на руке неудобно. Вот такой незамысловатый обед у меня. Омлет с шпинатом, индейкой. В общем, все как полагается. Вкусно. И ням-ням. Всем приятного аппетита. Я-то поела. А мужу хочу пожарить картошку в своей шайтан-машине. В общем, я немножко ее просушила полотенцем бумажным. Сейчас что я сделаю? Сейчас что я сделаю? Знаете, что я сделаю? Добавлю приправы для овощей. Хотя, знаете, тут вычитал на днях, что, ну, типа, ппшная еда. Я же сейчас увлекаюсь. Там всяких подписчиков. У меня оса в доме. Кш-кш-кш-кш. Как бьется. Ну, ладно, улетит. И, короче, там выяснилось, что картошка нифига не относится к это. К овощам, ни фруктам, ничему. Ну, понятное дело, да? Это не самый низкокалорийный овощ. Вот. Посолим немного. Но запеченный картофель иногда можно. И нужно добавить немного масла. И... На-на-на-на-на-на. Песня сейчас везде крутится. Хирюсалима. Тут сказали прям... Прям... Чуть-чуть-чуть-чуть ложечка. Чайное масло. На-на-ни-на-на. На-ни-на-на. И вот так вот мы ее все мешаем, мешаем. Блин. Мне очень интересно, что же выйдет. Ветер холодный. Сейчас закрою нафиг все двери. Вот. Теперь мы будем отправлять все это в шайтан-машину. Так. Чайник надо сюда убрать. Высыпаем сюда всю картошку. Там ее есть так чуть-чуть. Но мужу-то хватит. Всего одно. Так. Картошка. Где? А, ну вот она и картошка. 20 минут. 200 градусов. 20 минут. Там много. Ой, что я вам там показываю? Вот. 20 минут. 200 градусов. Ну, хрен его знает. Ну, ладно. Пускай так. Так. Я еще не знаю. Потом при это. При придрючусь. Потому что я вот к этой шайтан-машине тоже привыкала. Ну, как привыкала. А сейчас какие-то рецепты или еще что там. Книжка вон лежит. Даже в нее и не заглядываю, не смотрю. Кстати, я хотела чай попить. Вот. Все. Что на голову? Сейчас она, я просто знаю, что она вообще очень функциональна. Мой робот, я его просто обожаю. И не устаю всем рекомендовать. Так что вот еще. Все посмотрим. Вам интересно? Вообще он не шумит? Слышите, как шумит? Вообще не шумит. А вот. И посмотрим, что там как получится. Очень интересно. Очень интересно. Написано, что надо повернуть пару раз. Помешать. Для этого просто достаем. Ой, смотрите. Вот такое. Ой, она, по-моему, уже готова. Что-то мне такое складывается впечатление. Ну, сейчас еще поджарю побольше. Прикольно. И вот так просто идет. И она дальше продолжает работать. Слушай, ну, буквально за 5 минут и готова. Ну, я пока очень-очень рада. Там, знаете, что хочу купить? Батат. Вот эта вот сладкая картошка. Она мне не очень нравится. Но вдруг понравится. Фиг его знает. Тоже ее туда. И все. Типа же она же полезная. У меня тут чаек уже заварился. Смотрите. В этой у меня стевия. Здесь у меня рейбош. С яблоком и ванилью. И с ягодками. Прям компот целый. Вот так вот кулинарю. Кулинарю. Очень интересно, что получится. Уже читала комментарии. Некоторые там пишут, что есть. У них тоже такие. Вот. А насчет марки тоже был комментарий. Это марка Aldi. Вот такая вот. В Aldi просто привезли. Немецкая марка. Aldi мой немецкий магазин. И как и Lidl. Вот. И это их марка. Ну, по крайней мере, знаете, я с Lidl очень много разных машин. В том числе вот этот робот, которому уже года 3 или 4. И я очень довольна. Как бы. И у меня и пылесос от Lidl. И все на свете от Lidl. И в общем, я довольна. Мне нравится. Приемлемая цена, качество. Что еще надо? Кофточку надела. Что-то ветер такой поднялся. На улице тепло. Очень тепло. Но так как ветер, сквозняк, то в доме, на улице, в общем, как у нас обычно зимой и осенью, на улице теплее, чем в доме. Так что, как будто угрец и чаем. Я думаю, что достаточно. Да, смотрите, какая картошечка. Замечательно. Пускай она там и стоит. Поехали. Поехали. Все, картошечка готова. Яичко пожарим. Кусочек мяса, супчик. И все замечательно. А я пошла чаек попивать. И наконец-то досмотрю, может быть, сериал. Вот этот вот про космос-то. Все никак. Третий день смотрю, как он называется, частица вселенной. Интересной? Ну, я не люблю так, знаете, чтобы сесть и прям за раз посмотреть. Вот книгу, да. Книгу, блин, я второй день, знаете, вчера даже с клиентами разговаривала. В 10 часов ночи, думаю, перед сном почитаю книгу. Я вот, знаете, фильм могу остановить и пойти спать. Книгу нет. Я до часа ее читала, читала. У меня же режим, я же 12 ложусь спать. А тут говорю еще чуть-чуть. Еще немножко. И вот так затянуло. И второй день подряд я читаю книгу. Блин. Книгу какую? Фэнтези. Я читаю фэнтези, друзья. Про всяких там, знаете, полулюдей, полудраконов, все такое. Ну, вот что-то потянуло. Вот я фильмы бы не смотрела с этим. Не нравится. А вот книги почему-то вот нравится читать такие, знаете, сказки. А вот сказки нравится читать. Не знаю, с чем это связано. Вот. Я не люблю... Раньше читала какие-то детективы. Сейчас что-то как-то не хочется. Ни детективы, ни любовные романы. Хотя там есть немного любви. Вот. В общем, да. и вот так вот и целыми ночами, да блин, ночами. Ну, до часа, да. И мне вот клиентка, она тоже любит читать. Чё? Чё такое? Чё такое? Чё? Чё случилось? Что случилось? Почему? 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 Что вы видели? Что случилось? Вот так вот, видите? Ни с того, ни с сего. Почему? Ну, всё, всё. Ну, всё. Я тебя тоже люблю. Ни с того, ни с сего прибежал и давай целоваться. У него бывают такие приступы любви. Вот. И вот прям сейчас боюсь даже телефон брать, залазить в книжку, потому что пропадаю я, ночами пропадаю я. А мне там осталось-то, наверное, немножечко. Вот так вот. А сериал запросто могу поставить, остановить, смотреть неделю и три дня. Такие дела. Ладно, буду пить чай и смотреть Частицу Вселенной. Что-то будет. Ну что, вот что у меня получилось. Мне кажется, немного ржаватая даже какая-то. Ну, ничего. Это всё смоется и буду пить розовое. На завтра, смотрите, я себе сварила рис делать суши. Достала вот такой есть у меня салат из водорослей. Он, кстати, уже разморозился. И у меня будет завтра японский день. Японский день. Да-да-да. Вот. Потому что я посмотрела. Авокадо есть. Лосось есть. Всё есть. Огурец есть. Рис наварила. Всё. Суши забацаем. Так, я зачем пришла? Я пришла по мейлу. Ужин такой у меня будет. Сейчас отрежу себе и попрощаться с вами. Вот. Потому что всё. А потому что всё. А всё уже. А всё. Слышали о таком? Смотрели такое? А всё. А всё. А потому что всё. А уже всё. В общем, всё. Пишите ваши комментарии. Всего самого лучшего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok